Президент Португалии побывал на острове Сан-Джорджи в Атлантике, чтобы успокоить и подбодрить местных жителей. За последнюю неделю они пережили 14 тысяч землетрясений. Подземные толчки были слабыми, магнитудой до 3,3. Однако сейсмологи объявили четвёртый уровень опасности – извержение вулкана. Многие местные жители перебрались на восточную сторону острова. Сюда же перевезли пациентов в больниц и домов престарелых. На помощь уже прибыли военнослужащие. Они развернули временный лагерь для эвакуированных. Пока он рассчитан на 100 человек, но в ближайшее время здесь установят ещё больше палаток. «За небольшое время военные очень быстро развернули лагерь для тех, кто покинет свои дома. Я уже знаю, как он будет работать. Будем надеяться, что его не придётся использовать. Но если он понадобится, то сможет удовлетворить все нужды людей». На Сан-Жоржи привыкли к периодическим подземным толчкам, но сейчас ситуация аномальная. Сейсмологи полагают, что может начаться сильное извержение вулкана, которого здесь не было уже более ста лет. На острове живёт примерно 9 тысяч человек, и полторы тысячи из них уже улетели с острова. «Я попросила таксиста сфотографировать нас с мужем возле дома, поскольку не знаю, будет ли он таким же, когда мы вернёмся». Между тем, сейсмологи не могут предсказать, когда начнётся извержение и начнётся ли вообще. Сейчас они берут пробы газов из почвы, надеясь получить ответы на свои вопросы. Вулканолог Фатима Вивейруш в прошлом году ездила на остров Пальма, где три месяца извергался Кумбра-Вьеха. Там она участвовала в исследованиях вместе с испанскими коллегами. «У нас трещинный вулкан, подобный тому, который я недавно видела на Пальме. Поэтому здесь может произойти нечто похожее на то, что было на испанском острове. Только это будет с поправкой на особенности острова Сан-Жоржия». Сан-Жоржия – один из девяти населённых островов Азорского архипелага, принадлежащего Португалии. Самые сильные землетрясения здесь были в XVI, XVIII и XIX веках. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.